Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Тема «Как избавиться от мышей в саду, на даче, в огороде». У меня свой подход к этому. Может, у кого-то это вызовет улыбку, а может, у кого-то даже сарказм. Но это мое мнение и мое решение. Я с вами поделюсь своими методами и рекомендациями. С одной стороны, мышки – такие замечательные зверушки. У них такие милые глазки, у них такое брюшко шелковое, лапки такие хорошенькие. Ну, а у кого-то вызывает панический страх. Да, миленькая, но с другой стороны, посмотрите, сколько было бед. Кто чуму разносил по Европе мыши и крысы. Различные болезни переносят. Уничтожают урожай как на корню, так и в закромах. Загрязняют корм. Поэтому есть как плюсы, так и огромнейшие минусы. Но многие международные организации защиты животных, например, в Австралии, в Соединенных Штатах, они ратуют за гуманное человеческое отношение к уничтожению, то есть к форме уничтожения. Иногда это даже регламентировано. И поэтому я вот тоже за гуманную сторону борьбы с мышами. Ученые также выяснили, что грызуны обладают очень широким спектром эмоций, то есть им присущи и радость, и горесть, и страдания. Поэтому надо как-то к ним относиться более сострадательно и уважительно. И по интеллекту мыши приравниваются, и крысы приравниваются даже к собакам, если с ними, конечно, заниматься и работать, как с собаками. Ну вот я приближаюсь к тому, какой метод выбираю я. Выбираю я, как сказала, гуманный метод. Во-первых, надо убрать те условия, которые позволяют им поселиться в нашем жилище, либо на нашем огороде. То есть мы исключаем продукты, которые находятся у нас в помещении. Они должны быть все либо в стеклянных, металлических банках. Банки должны быть упрятаны в шкафчике. Шкафчики должны закрываться на крючочки, на задвижки. Первое. Второе. Грызунам все равно, какой продукт им кушать, человеческий или кошачий. Поэтому, если у вас есть домашние питомцы, на даче мы не оставляем на ночь еду в кормушках, а выкладываем порцию вечернюю такую, чтобы питомец скушал, а утром, дорогой, давай приходи на завтрак за следующей порцией. Мы не оставляем в открытом доступе воду, потому что вода на участке, либо в помещении для грызунов очень важный элемент, ибо с пищей они потребляют очень мало воды, и им необходим для жизнедеятельности дополнительный источник воды. Вода наша должна быть закрыта. Потом мы не должны оставлять на участке мусор, как бытовые пищевые отходы, так и различные растительные остатки. Мы не должны схламлять их где-то в каких-то огромных кучах. Мы должны иметь определенное место, а пищевой мусор, который у нас может оставаться в мусорном ведре, оно должно быть либо закрыто, либо мы вообще его должны вывозить. Или у кого-то есть возможность, иногда выставляют пакеты, мусорные баки на улице, то есть выносить его своевременно, чтобы около вашего жилища, даже около забора, не было повадно завестись грызунам. Ибо если нет источника еды, воды, то зачем мне нужен этот дом? Потом грызуны не любят резких запахов. Это такие, как запах мяты, лаванды, камфоры. Мяту любой, можно даже ее пучки развесить. Также они не любят запах цитрусовых. Поэтому можно эти вот растения выращивать на огороде, либо воспользоваться готовым маслом. Это сейчас совершенно доступно и не стоит больших денег. И можно сделать такие маленькие арома-бутылочки, куда вставить ватные или бумажные тампончики и расставить в тех местах, где мыши могут, или крысы, ходить. Эти запахи им не нравятся. Сюда же еще я забыла упомянуть про запах полыни. Ну и думаю, жилище с такими запахами вам будет тоже приятным. Что еще? Еще вы должны помнить о том, что необходимо осмотреть все ваши щели в помещении, чтобы не было отверстий. Те отдушины или воздуховоды, они должны защищаться пластиковой, либо металлической сеткой. Иногда советуют металлическую вату, но она очень быстро выходит со строя, и она будет забивать ваши воздуховоды. Поэтому все счастливо смотрим, закупориваем. Если надо, запениваем эти стыки, сеточки на воздуховоде. Есть специальная пена, есть в строительных магазинах различные средства, там и клей, и жидкие гвозди, и все такое. То есть воспользуйтесь этим. И не оставляйте наночь открытыми сараи. Низ сараев или дверей должен быть обит металлическими порожками, для того, чтобы они не могли прогрызти в зимний период. Если уж вам совершенно не нравятся эти такие гуманные методы, то можно сделать так, чтобы смерть была не мучительной для грызунов. Потому что все яды, клей вызывают сильнейший стресс, и животное невообразимо мучается. То, что касается ядов, они вызывают внутреннее кровотечение. И снова же, пусть это грызун мелкий, но это живое существо, и он снова же испытывает невообразимое мучение. И поэтому быстрая смерть считается гуманной смертью. И для этого используются специальные ловушки, которые мы расставляем, и они должны быть отлажены. Вы должны быть обучены, чтобы шлеп, и все на этом. Поэтому вам рекомендую приобрести гуманные ловушки, те, которые животное там остается живым. Но это не значит, что оно там попалось, и вы через две недели приехали, и трупик достали. Нет, смысл в том, этой ловушки, живой ловушки, что вы словили его, и проверяете регулярно, и в течение, допустим, полдня уносите его на какую-то другую территорию, но не к соседу в огород, а в ближайший лесок или на лужайку. И можно и самому смастерить ловушку. Это поставить ведро. Некоторые кардинально делают. Ведро наливают в воду, там натягивают, такую полосочку там приспосабливается, чтобы мышка там идет за кусочком сыра, ба-бах, там плавает, потом они труп утопленника выбрасывают. Нет, достаточно будет на дно положить кусочек сыра, либо арахисовое масло очень, они любят намазать на что-нибудь, и на дно положить. Ну, а чтобы оно попало, чтобы этот грызун попал в ведро, ну, сделать какие-то приступочки. Это уже ваша задача абсолютно посильная, чтобы мышка туда заскочила, соскользнула, ну, а выбраться она оттуда не может. Ну, и еще один способ вам советую, это завести кота. Пусть кот ловит мышей. Иногда даже достаточно присутствия запаха кота или его духа в помещении для того, чтобы мыши там не водились. Мне кажется, вот такие предупредительные, простые методы, они будут способствовать тому, что ни в вашем саду, ни в вашем доме не будет таких нежеланных гостей. Я за мир, дружбу с мышами, с растениями. Давайте быть гуманными и человечными ко всем. Всего хорошего, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»